В среднем в России до больницы в селе доехать 84 километра, в среднем до детского сада 17 километров. Кто-нибудь пытался по нашим дорогам довезти ребенка в детский сад 17 километров? Сидит какой-то зам руководителя администрации президента, а у него часы за полумиллиона долларов. Он должен сам был застрелиться на следующий день. Добрый день. Это передача «Народный интерес». Ведущая я, Татьяна Федяева. Сегодня мы пригласили в студию Павла Николаевича Грудинина, директора совхоза имени Ленина. Добрый день. Добрый день. Павел Николаевич, вы директор совхоза. Совхоз – это советское хозяйство. То, что у вас осталось такое название – это дань прошлому, это заигрывание с какой-то частью населения, вы так смотрите на меня иронически, или это… ну вот что это такое? Еще у меня несколько вариантов. А вот на самом деле, что это? Это вы не напоминаете известным термином Жванецкого, который говорил, что с моей женой нельзя ходить в магазин, он же все время подсказывает ответы продавцам. У вас нет хлеба, у вас нет. Нет, значит, вы неправильно сказали. Во-первых, я директор закрытого акционерного общества совхоз имени Ленина. Я иногда шучу, что когда наши к власти придут, мы за аву сотрем, а совхоз Ленин так и останется. А наши – это кто? А наши – это левые силы, скажем так, которые сейчас, ну, коммунисты, если хотите, те, которые зациалистический подход к развитию страны, социалистический. Не капиталистический, а социалистический. Там, когда, значит, все получают, ну, не по потребности, но по… По труду. По труду, да. Вот, и мы эти принципы никуда не делим. Мы живем, как 25 лет назад, для нас не существует этого, знаете, что все, образование платное, здравоохранение платное, дети в школе должны платить за обеды, у нас нет, что дети в школе, то есть в культурно-массовых мероприятиях, они не платят у нас деньги ни за спорт, ни за кружки какие-то. И у нас действительно социализм. Ну, вы-то, вы-то капиталист, ЗАО, закрытое акционерное общество. Расскажите, что такое капиталист, мне, чтобы я понял. Ну, давайте так, закрытое акционерное общество – это уже частное. Да. Так, у вас контрольный пакет, или нет? Да. Ну, не контрольный, но 40 с чем-то процентов. Да. Значит, вы представляете, в общем, капитал, да? Почему вы так считаете? Давайте попробуем разобраться. Давайте. Если ты, вот дальше контрольный пакет или больший пакет, то должен получать дивиденды. Так. Вот 20 лет я директором, 20 лет мы дивиденды не получаем. Мы отказались от дивидендов в пользу того, что мы везде каждый год принимаем решения. Мы отправляем прибыль на развитие производства, на обеспечение материально-технического обеспечения всех, здравоохранения, образования и всего остального, и на повышение заработной платы. И у нас нет дивидендов, но есть хорошая заработная плата. То есть вы отличаетесь от таких организаций, от таких предприятий, как «Роснефть», «Газпром», которые говорят, что мы – народное достояние. А на самом деле тратят деньги на себя. А вот наш, не зря Геннадий Андреевич Зюганов называет нас народным предприятием. Потому что идея о том, что все деньги, заработанные коллективом, направляются на развитие коллектива, на поддержание пенсионеров, малоимущих, на детей, на социалку – это же мы все делаем. И я почему говорю, что мы просто не ушли в капитализм по одной простой причине. Все, что мы зарабатываем, мы тратим либо на развитие, либо на территорию. Вот все. То есть вы – островок социализма в море капитализма. И заходить – это так. Потому что у нас давно уже стали все говорить, что они живут при социализме. Потому что все расходы связаны с охраной в школе, с питанием школьников, с покупкой медикаментов или оборудованием для поликлиники, с содержанием пенсионеров. Кстати, с так называемыми бесплатными медицинскими услугами. А они на самом деле уже не бесплатные. Мы за операцию уже давно платим. Так рабочие наши получают такие деньги. Обеды мы датируем для своих работников и для всех, которые питаются в столовой. Все это мы делаем, причем делаем в огромных объемах. Тут недавно прошло собрание трудового коллектива, мы там принимаем полдоговор. Представьте суммы какие-то… У вас профсоюз есть? Обязательно, как же. Профсоюз, который выступает как сторона трудового договора, а мы с другой стороны как администрация тоже. Но это не очень устойчивая конструкция такая. Профсоюз и руководство. Обычно треугольник какой-то. Нет, даже третьим кто должен стоить. А вот не знаю. Управляющие полечевой партии. Нет, нет, нет. У нас есть профсоюзы. Мы просто власть свою не уважаем. Но я не имею в виду совсем местное сельское поселение. В целом, да. А да, наша власть больше говорит, чем делает. Я имею в виду областная, районная. А мы реально производим благо, которое реально распространено на всей территории. У вас сельхозпредприятие. Все всегда говорят, сельское хозяйство… Это еще в Советских времен появилось, что сельское хозяйство – черная дыра. Как, будучи черной дырой… Я бы так и называл для черной дыры сельское хозяйство. Скорее всего, госпрома Роснефть – черная дыра. Потому что деньги туда пропадают и пропадают. Вы знаете, что весь бюджет России почти 14 триллионов, да? А все, что тратит на себя «Газпром» и «Роснефть» – это 23 триллиона. То есть, они больше, чем в бюджете, тратят денег. Другое дело, что они кладут трубы неизвестно куда. И потом забывают про них. Ну, и там списывают и все. И какие-то деньги сумасшедшие получают за продажу будущей нефти. И они пропадают. Они еще и кредиты просят. И всякие льготы от государства. А мы не просим кредитов и льгот. Мы на самом деле работаем. И еще сумасшедшие деньги в виде налога на прибыль тратим. Посылаем государству, а оттуда не получаем ничего. Вот мы, например, очень большие деньги тратим в пенсионный фонд. В соответствии с законодательством. И еще доплачиваем своим пенсионерам по 20 тысяч в год, а то и больше. Если учитывать то, что мы бесплатно раздаем наши область. А, то есть не деньги, а какой-то натуральный. Нет, не только деньги, но еще и бесплатно раздаем продукцию. Несмотря на это, наши пенсионеры живут плохо. Мы им должны доплачивать. То есть, правильно я понимаю, что в принципе сельское хозяйство может быть не только убыточным, но и прибыльным. Если как-то, как-то вот развернуть экономику. Вы поймите, что на самом деле сельское хозяйство, как будто бы везде убыточено. На самом деле, например, фермеры Америки, самые богатые люди в Америке. И в Европе фермеры не бедствуют. Производители этих госпродукций получают достойные деньги, чтобы на них нормально жить. Это делается регулированием экономических отношений в стране. И ведь вы сами помните, что когда-то бензин стоил, допустим, 10 копеек. А молоко стоило 24 копейки. А теперь все с точностью наоборот. Мы сейчас продаем молоко по 20 рублей, а бензин 36 уже на заправках. И это делает государство. И когда-то, например, мы за электричество платили копейку или две. А сейчас мы 6 рублей за киловатт платим. Это совхозы и колхозы. Это дороже, чем садовые товарищества и дачные кооперативы. То есть китайский крестьянин получает от нас по 40 копеек. Да. А мы получаем по 6 рублей. И это все экономическая политика государства. И легко ее изменить и сделать так, чтобы сельское хозяйство было прибыльным. А вот, например, банковская деятельность была неприбыльная. Хотя, вы видите, банк за банком банкротится, от них отзывается лицензия и выясняется, что у них там дыры. То есть это такой воробской общак. Но банки-то все жестко контролировали ЦБ, который, как говорят, у нас хороший. Оно так наконтролировало, что какой банк ни возьми, у него пропали деньги вкладчиков, у него пропали деньги, значит, тех, кто вкладывал деньги на депозиты, в том числе и граждане. И государство везде затыкает эти дыры. А если бы оно вкладывало деньги не в банки, а в реальные секторы экономики, то, может быть, затыкать бы ничего не пришлось. Но у нас сейчас главные кто чиновники, банкиры, там всякие Роснефть и Газпромы, а мы оказались... То есть пирамиды с ног поставили на голову. Те люди, которые производят самое главное продукты питания, без чего невозможно ни газовщику работать, ни финансовому магнату, не поел, не знаю, как он будет работать. В принципе, да? Идея была такая, что мы на те нефтедоллары, которые мы получим из рубежа, купим все себе. Ну и еще что останется людям, людей на кормах. Затем уничтожили производство. Вы же понимаете, мы фактически уничтожили собственное российское производство. Либо мы что-то еще оставили, но зато технологии все равно импортные. Поскольку мы не вкладывали деньги в науку, мы не получили новых технологий российских. Поскольку мы не вкладывали деньги в сельское хозяйство, мы фактически не получили в массовом масштабе, если не считать какие-то агрохолдинги, их не так уж много, мы не получили развитие в сельской местности. Мы стягивали деньги в города. В результате получили то, что в городах живет огромное количество людей, которые практически ничего не производят, но все потребляют. И мы уничтожили деревню как таковую с точки зрения социалки. Потому что, по данным Ивана Григорьевича Ушачева, директор института экономики и сельского хозяйства, в среднем в России до больницы, теперь нужно в селе доехать 84 километра. В среднем до детского сада 17 километров. Кто-нибудь пытался по нашим дорогам довезти ребенка в детский сад 17 километров. Или, например, в среднем до школы 24 километра. Это же ненормально. В таких условиях не может жить нормальный российский человек. Но эти условия заведомо обрекают на уничтожение села. Конечно. И эта политика продолжается уже 20 лет. Никто ничего не сделал для того, чтобы сделать страну удобной для жизни. И поэтому мы получили то, что получили. Отсутствие развития сельского хозяйства, если не считать там агрохолдинги. Но агрохолдинги, чтобы вы знали, тоже находятся в ужасном положении. Они находятся в положении, когда они очень много денег доложили государству. И их в любой момент можно было открыть. «Кстати, вы уже не первый раз даете такую свою площадку. На базе вашего совхоза собираются люди со всего, хотела сказать, союза, со всей России. И говорят о том, что происходит в сельском хозяйстве от Москвы до самых окраин. Почему именно вы? Почему у вас это происходит? Это ваше такое желание? Или просто другого нет места?» «Мы достаточно активные. Мы же понимаем, что для того, чтобы что-то изменилось, нужно, чтобы, во-первых, народ высказался, а во-вторых, к ним прислушались. Вот две вещи. Помните, как Ленин приказал революционную ситуацию? Низы и верхи. Да. Когда низы не могли, а верхи не хотели. Так вот, низы уже не могут, это видно по последним съездам, которые прошли у нас и съезды, Всероссийский съезд трудовых коллективов, 5-го числа и 6-го числа, чрезвычайный съезд сельских территорий. Понятно, что низы уже не могут. То есть терпение на пределе. А вот верхи что-то никак не разберутся у себя. Они все еще пытаются молиться, чтобы нефть подорожала, тогда у них все будет хорошо. Но уже, судя по тому, что говорит премьер-министр, министр финансов, все понимают, что нужны структурные реформы. Что они подразумевают под структурными реформами? Ну, каждый, наверное, понимает по-своему. Но мы это понимаем так, что нужно повернуться к реальному производству. Нужно поддерживать не банки, а трудовые коллективы. Нужно дать возможность развития бизнеса. Делать то, что говорил президент. Свободен бизнесу дать, перестать его кошмарить. И даже это не только проверки. Это еще и наши прекрасные правоохранительные органы, которые в две минуты могут писать любого. Просто по надобному предлогу, как сказал президент, отжать у него бизнес, а потом отпустить. Поскольку уже все разрушили или забрали. Так вот, все эти правильные мысли, в том числе и членов правительства, должны каким-то образом реализоваться в программу, которую нужно выполнить. Ну, и вот попытка снизу сказать, что, ребят, ну, когда вы эту программу уже покажете, и когда мы начнем выходить, потому что все хуже и хуже становится. Ну, пока вот видите, эти все площадки, они есть, но результата пока нет. Ну, и еще, вы как бы приглашаете этих людей или разрешаете предоставляете свои... Они сами приходят. Они сами приходят, да. Вы не допускаете мысль, что та самая власть может на вас посмотреть косо? А что вы думаете, она смотрит на меня не косо, что ли? Ну и что смотрит, и что дальше? Ну так, ну, за взглядом всегда следует действие. Слушайте, вы знаете, сколько нас проверяли? Сколько? Ну, я думаю, что как только начинаются там определенные кампании, выборы, у нас сразу все проверяющие. Начиная с Следственного комитета и кончая там последним каким-то управлением надзора атомного какого-нибудь. Нас проверяют все без исключения. Ну, если пришел проверяющий, без того, чтобы не наказать, он не может уйти. Ну, это в нашей стране так. Да, да. Ну, и что? Мы поэтому столько судов уже выиграли у всех проверяющих, которые говорят, потому что мы не хотим, чтобы нас наказывали. Мы к этому очень трепетно относимся, и поэтому мы идем в суд. И в большинстве случаев доказываем, ну, потому что дела мелкие, и тут нет телефонного права, тут судья смотрит не так, как ему сказал там председатель суда или там какой-нибудь губернатор позвонил. Ну, то есть мелкого, но много. Да. Ну, понимаете, это, конечно, дополнительные расходы, но приходится этим заниматься постоянно. А потом, как только выборы или какая-нибудь остатка пропадает, нас как бы хватку ослабляют и начинают дышать более-менее. Ага. Ну, сейчас, наверное, надо набрать воздуха побольше, потому что приблизилось время выборов. Да. Уже избирательная компания. Уже начнут как-то кошмарить. Уже начали. Уже начали. Уже начали. Знаете, мы строим школу, потом строим свои деньги без всяких бюджетных плеваний. Приходит 10 человек проверяющих, ну, из федеральной миграционной службы. У них в направлении написано прямо «Школа совхоза имени Ленина». То есть, казалось бы, власть должна поддерживать тех, кто строит школу. Строят. Да. Они же школу строят, какой-то там бордель. Несмотря на это нагрузка проверяющих все больше и больше. Я понимаю, с чем это связано. Мы тут судом в Московской области ввели в строй котельную. Судом ввести котельную. Сейчас судом вводим в традиционную насосную станцию. Новую построили. Потому что они делают все для того, чтобы не пустить, ну, чтобы ситуация ухудшилась на территории. Поскольку у нас территория социального оптимизма, это глава наша Добренкова Елена Ивановна называет нас территорией. Хорошо, Добренкова, а слово «добро». И территория социального оптимизма. Социального оптимизма, да. И мы ее строим. А они все ходят и не знают, как нас укусить. Потому что у нас лучше получается, чем у них. А у нас же всегда, знаете, у власти есть такое желание разрушить и денег взять. Вот, кстати, это главная проблема России, когда к власти все время приходят люди, которые не созидают, а пытаются на этом нажиться. Они говорят, вот не дадим тебе разрешение на строительство фермы. Мы три года получили разрешение на строительство фермы, пока ты не дашь 10 тысяч долларов взятки. Значит, если не дашь, значит не дадим. Любой национальный проект чиновник может остановить, потому что ему денег не принесли. И главное, что он чувствует свою безнаказанность. Потому что вертикаль власти у нас превратилась в вертикаль денег. Российновый кол на самом деле. Ну, потому что они же деньгами рассчитываются. Все же понимают, что продается и покупается, кстати, это не секрет, что места губернаторов либо по блату, либо за деньги. Об этом известно всем, без исключения. И вся эта власть построила такую систему, когда избирательная компания проходит по принципу, кто больше денег дал, тот выиграл, когда избирательные комиссии вообще на закон плевать хотели, когда суды коррумпированы, но они главное должны выполнить – защитить интересы власти. То есть выхода нет? Есть. Вот сейчас есть? Структурные реформы. А кто будет производить эти реформы? Понимаете, если мне скажут, что в России мало честных, ну скажем, патриотичных людей, то я с ними не соглашусь. Их немало. Им просто нужно дать возможность. А как это сделать? Это нужно провести легитимные, нормальные выборы, чтобы в выборы верили. Надо перестать говорить о том, что мы поддерживаем страну, а надо реально заниматься этим. Что вы думаете, сложно всех, кто там убежал в офшоры, вернуть обратно? Да в две минуты это делается. Государство может. Но главное, что… Но хочет ли оно? Понимаете, сколько вы детям своим не говорите, как себя вести, вести они себя будут так, как вы себя ведете. Если власть говорит одно, делает совершенно другое, то, конечно… И послевку до самого. Конечно. Она сама фальсифицирует выборы, а потом хочет, чтобы продукты не фальсифицировали. Их главный продукт – это демократия, так они ее все сфальсифицировали, а хотят, чтобы сыр был хороший. Значит, не надо показывать собственным примером, скажем так, как не надо делать. И поэтому… Это же ваши граждане, это дети. Если вы им показываете, что вы можете воровать, там сидит какой-то зам, председатель, зам руководителя администрации президента, а у него часы за полмиллиона долларов. Он должен сам был застрелиться на следующий день. У вас часы какие за сколько? А у меня нет часов, у меня все в телефоне. Телефон у меня хороший, вот, сейчас я могу показать. Вот видите, но нет, в этом телефоне есть и часы. Вот и все, больше ничего не нужно. Но дело не в часах, дело в принципах. Каждый знает прекрасно, им нужна такая вот вертикаль, чтобы все были немножко замазаны. Тогда любого можно дернуть и, скажем так, отправить в отставку или еще заставить делать что хочешь. У нас, кстати, очень интересный есть пример. Глава нашего района, бывший вице-губернатор, ну или не вице, он первый, скажем так, неизверг из должности, за то, что у него в Дюбае нашлись квартиры, которые он не задекларировал. Ну, он был до этого чиновником всю жизнь. Сначала областным чиновником, потом муниципальным чиновником. Ну, что дальше-то произошло? Его спокойно не изложили, он сейчас ходит. К нему ни одного уголовного дела. У него все хорошо. Она говорит, власть просто показала. Ну, ты, извините, пошел против власти. Ты же хотел, то есть тебя же убряли в депутаты. Ты не согласился. Мы тебе тогда лишим должности. Но все, он от уголовной ответственности будет освобожден. И поэтому вот эта вот каста, а у нас как в Египте, каста чиновников, она друг друга защищает. Ну, если, конечно, он не переходит какие-то пределы. Например, много взял, не починул. И губернатора тогда в тюрьму. Потому что очень много взял, а не поделился. Ну, еще такое вот, наверное, вот это такое утверждение. Бояре плохие, а царь хороший. Очень часто. Вот видите, вы говорите. Я не согласен с этим утверждением. Нет. Оно очень часто употребляется так. Что царь не знает. Нет. Я уверен в том, что вы называете нашего президента царем. Он, кстати, сказал, что я не царь. Значит, ты царь. Если применительно к нашему времени, он себя ведет, конечно, иногда как самодержец, но он, по сути своей, им не является. Другое дело, что идея о том, что он ничего не знает, как это было сто лет назад, и он как только узнает. Нет, он все знает. Сейчас другие средства массовой информации. Сейчас он видит, что собрались деленобойщики, он все знает. И он все контролирует, я в этом убежден. Другое дело, что рано или поздно любому человеку надо измениться. И ему тоже. Вот он в 99-м году, а я был давным лицом Владимир Владимировича Путина на выборах, он был один. Это был совершенно другой человек. Значит, в 2010-м он был совершенно другим человеком. Но жизнь меняет людей в зависимости от ситуации. И мне один очень известный политик сказал, сильная сторона нашего президента стала его слабой стороной. Знаете, какая? Он никогда не сдает своих. Но если свои начинают воровать… А если свои сдадут? Нет, подождите, это второй вопрос. Это уже не к нему. Ага. Надо просто понять, что… Скажем так, знаете, был такой известный, Царство Небесное, руководитель Сингапура Ли Кань Ю. Он сказал, причем это сингапурское чудо, это вот за наше практически то же самое время, за 25 лет произошло. Он сказал, что если вы хотите, чтобы все поняли, что вы боретесь с коррупцией, нужно посадить несколько своих родственников и друзей. И тогда все поймут, что вы боретесь с коррупцией. Вот нашему президенту надо посоветовать это. Когда он разберется со своими друзьями, которые стали благодаря ему, ну, благодаря своим связям, самыми богатыми людьми в России, в мире вообще, на самом деле. Мы же знаете, что третье место Москва занимает по количеству миллиардеров. Я думаю, что если посмотреть, то первое место мы занимаем по количеству бедных. Ну, если правильно посчитать все. И вот это никого не радует. И президенту надо понять, что если он патриот, если он думает о будущем страны, он должен развернуться и посмотреть, кто у него за спиной. И сказать, ребята, ну хорошо. И вот я вам просто говорю, что еще полгода, если вы все не вернете обратно, и не начнете работать на строительство. Но ведь это были уже китайские предупреждения, а? Такие, вернуть деньги из офшоров. Ну что, нет. Понимаете, как у меня такое ощущение, что он говорит все правильные вещи на камеру, потом камера отключается, отключается, он поворачивается и говорит, да нет, ребята, слушайте внимательно, это я для народа. А вы продолжайте. Потому что они продолжают. Вы же посмотрите, вот эта вот ситуация с Роскосмосом. А что? Толк там? Когда уже его лично доведут до какого-то состояния, но его не хватит на всех. Но то, что происходит в правоохранительных органах, он что, не видит этого? Или там за его спиной в различных, так сказать, кругах, типа Сбербанка, Газпрома, Роснефти, какая разница, друзья этого или родственники работают? Все равно они все должны заработать на страну. Еще, вот очень большое значение имеют символы. Ну, вообще в жизни. Конечно. Конечно. Побольше погоды. Нет, вот я сейчас скажу. И сейчас, в последнее время, куда-нибудь приезжаешь, памятник смотришь, ну или как скульптура. Ну, например, чижик-пыжик, кошечки, собачки, у вас трактор стоит на постаменте. Вот это что? А чижик-пыжик я не видел. Ну, может, она тоже у вас там есть? Нет, почему? У нас, между прочим, много, вы знаете, зайдите в детский парк. У нас там... Ну, детский парк. Ну, что же, конечно. Еще бы хотел. В детском парке. Когда у нас был случайный съезд имени Милиниченко, Далин вышел, Гима Потапенко, и говорит, что мы тут рядом с музеем клоунов. Представляете, какой у нас музей клоунов? Да. Не музей, ну, скажем так, Великая Диагностическая Союзическая Революция, а музей клоунов. Мы время от времени пытаемся сдерживать людей, которые приходят и говорят, давайте портрет премьер-министра повесим. Вот их тоже не увидела у вас, портреты. У нас их нет. Это другой вопрос. Но не надо путать две вещи. Первое – это просто жизнь населения, которому должно быть каким-то образом, хоть как-то веселой. Где-то поставили памятник огурцу. Мы там пытаемся ставить памятники земляники, например. Ну, это действительно то, что у нас кормят. Памятник корове, например, тоже очень интересно. И второе – это символы. Символы, вот честно, у нас уже нет сейчас символов. Помните, мы долго искали национальную идею? Мы же ее так и не нашли. Потом, кто сказал, национальная идея – это патриотизм. То есть, это вроде как любовь к родине, но патриотизм. Мне, например, такой непонятен, когда чиновник очень патриотичен, но почему-то ребенок у него учится за границей, деньги все лежат за границей. Как только он стоит быть чиновником, он тоже едет за границу. Кстати, ваши дети где? Дети, слава богу, здесь. Не собираются за границей? Слушайте, я думаю, что все собираются за границей. Расскажу сейчас почему. Есть два варианта выхода из кризиса. Первый – или вы уезжаете за границу, или вы делаете как здесь, как за границей. И когда ты строишь, например, общество социального благополучия, социального оптимизма здесь, на территории, то никто не хочет никуда уехать. Потому что все ходят там, бабушки, говорят, ой, у нас как в Швейцарии. Они в Швейцарии не были, но ездили на картинках. Но они видят, что у нас порядок чистота, и то есть, у них такое ощущение, что это за границей может быть. А почему не сделать так, чтобы в России ездить было как в совхозе имени Ленина? Вот объясните мне. Тогда никто не соберется никуда за границей уезжать. Причем, вы можете сделать по-другому. Вы можете построить себе дворец и жить в нем. Но, правда, вам придется очень много охраны поставить. Забор высокий. Шумохранилище, помните, да, все это, да. Все эти, вот, как мы так, сподвижники президента, они все понастроились, смотрите, что себе. А вы можете построить детский сад в виде замка, а жить, как ваши рабочие, в том же доме, с теми же условиями. Вы живете в таком доме? Ну так же, да, вот как мои рабочие, в том же доме, с теми же условиями. Но вы тогда будете думать, чтобы всем было хорошо, потому что вам хочется ходить по чистым улицам, чтобы у вас там, значит, недорогое было, коммунальные услуги какие-то, чтобы вы могли спокойно жить. Потому что, знаете, что в нашей стране самое страшное? Это когда у нас нельзя быть богатым, когда кругом бедные. Потому что рано или поздно раскулачены. У нас опытов, знаете, сколько на эту тему. Кто-то сказал, стыдно быть богатым в бедной стране, и стыдно быть бедным в богатой стране. Вот интересная вещь. Вы же сами сказали, стыдно быть бедным в богатой стране. Вопрос, у нас страна богатая или бедная? Ну, я думаю, что страна богатая. Мы богатая ресурсами, богатая людьми, богатыми землями. А почему мы такие бедные? Нет? Есть. У меня есть. Есть какое-то непонимание того, что почему такая страна богатая, а мы бедные. Но оказалось, что мы первые по количеству миллиардеров, мы первые по количеству яхт купленных. Вроде как народ не доедает, но у нас самые крутые часы у государственных чиновников. Но с другой стороны и по самоубийствам, и по алкоголизмам. Я сейчас о другом. О том, что первыми надо быть не в количестве чиновников в размерах их доходов. Потому что вот тут Натвенко недавно сказал, но чиновник должен получать большие деньги. Ну, слушайте, они уже свои деньги заработаны, деньгами не считают. Они живут на подношения, а не на деньги. Мы же не знаем этого? Вы знаете точно? Абсолютно. Слушайте, я могу этих тысячи примеров рассказывать. Мало того, я вам про район рассказывал. В соседних районах Московской области, в правительстве Московской области, что происходит. Как вице-губернатора показывают, как он отдыхает. Но я понимаю так, что пока власти, эти люди, я имею в виду, на местах обеспечивают на выборах 90%, или как в Чечне, 99,9%. И 8. Да. То они пока довольны этими людьми. Но страна-то от этого страдает. И не главное, как на выборах проголосуют за Единую Россию, за правящую партию. А как страна живет. Похоже, что это не очень интересует все-таки. Но рано или поздно жизнь заставит. Понимаете? Жизнь всегда заставит. Другое дело, что у нас есть эволюционный путь развития, а есть эволюционный путь развития. И все чаще стали говорить, что, слушайте, с такой командой, командующей нашей стране, мы, скорее всего, придем к революции. Потому что бунт, помните, от чего возникает? От того, что низы уже не могут, а верхи не хотят. И верхи уже не хотят. Что? Ты приезжаешь в другую страну и видишь, что за эти 20 лет все ушли далеко вперед, а мы все еще томчемся. Власть обычно говорит, что вот у нас народ такой. И я всегда думаю, что вот ей достался не тот народ. Подождите, подождите. Да. А белорусы, например, у них что, они потеряли производство? Они что, там бегают за фальсифицированными продуктами в магазин? Они вообще не имеют богатства, которое мы имеем. Ни нефти, ни газа, ничего. Но живут же. Представляете, как живут. Не хуже нас. Причем мы-то бы жили раз в сто. А я бы сравнил нас с Арабскими Эмиратами. Потому что по доходам, я имею в виду от нефти и газа, мы их превышали. И вот почему Арабские Эмираты продвинулись, грубо говоря, из кочевников, по большому счету. Вышли на такой уровень, что строят вообще искусственные города. То есть у них там зеленеет все в пустыне. А мы, имея плодородие в почве, нормальные климатические условия, извините, только в Чечне построили какие-то там фонтаны. Все остальное у нас на самом деле находится в упадке. Я вот читаю, вы слышали, что сельское хозяйство у нас на подъеме. Вот, кстати, вы прямо снимаете вопрос с языка. Я взял данные за прошлый год и за прошлый. Вы взяли статистику? Да. В прошлом году мы купили 44 тысячи текторов, вся Россия. А в прошлом только 28. Если у сельского хозяйства все хорошо, почему мы не покупаем сельскостехнику, не обновляем собственное производство? Кто-нибудь может мне объяснить? Почему, если у нас такое хорошее производство, то крестьяне до сих пор бегут с сельских территорий, не хотят работать? Ведь там же хорошо все. Средняя зарплата в сельском хозяйстве, знаете, какая в прошлом году? 18 тысяч рублей. Кто-нибудь вот здесь вот в Москве будет за 18 тысяч рублей работать? Знаете, очень интересно. Я когда разговариваю с чиновниками иногда и говорю, на земле люди работают, тяжело работают, и зарплата маленькая. Вы знаете, что мне однажды сказали? Мне говорят, ну зато у них есть участки. Это имеется в виду что в баррехе, что ли? Какие участки имеются? Нет, имеется в виду доярка или там, я не знаю, какой-нибудь человек, живущий на земле. А потом она придет и будет на своем участке работать, чтобы... Восемь часов в поту там, на ферме. А потом 12 часов здесь. По мнению этого. И должна еще продолжить у себя в огороде, потому что должна еще как-то прокормить. То есть молоко она отправит в город, значит, получит, ничего не получит или получит убыток, но зато у себя на огороде она должна себя прокормить. Слушайте, тогда можно так сказать, что у них вот есть работа, а потом они после работы должны прийти сесть за стол и жевать эту бумагу, потому что кто что производит, то и должен есть. Логики тут нет никакой. Есть другое. Я, например, вообще понять не могу, как... Если бы Госдума и все остальные приняли решение, что мы будем получать в среднем по отрасли. Вот, например, сидит комитет по сельскому хозяйству. В сельском хозяйстве средняя зарплата 18 тысяч. Вот они среднюю зарплату и получают. Нет, ну вы уж так жестоко. Пусть она получается в два раза больше. Потому что у него ответственность. Какая у него ответственность? Кто понес какую-нибудь ответственность? Министр обороны, который продал полминистерства обороны? Министр обороны, который с сумочкой Биркин уехал за границу. И, значит, она понесла ответственность. Кто понес ответственность? У нас никто, ничего, никакой ответственности не несет. Вы же посмотрите. И именно эта безответственность главная проблема. Потому что президент говорит, где эти экономические спекулянты, которые обрушили доллар? Он же называл их экономическими спекулянтами. Потом он посмотрел, они сидят прямо перед ним. Весь первый ряд был занятыми. Это они. И он раз и забыл про это. И курс так и дальше продолжил падениями. Но пора уже и власть употребить. Последние события, которые повлияли на сельское хозяйство, на ваш взгляд. Но на развитие или на деградацию сельского хозяйства. Вот из таких. Давайте Платон коснулся у вас каким-нибудь образом или нет. Какие-то налоговые изменения. Вот просто с одной стороны говорят, ну что вы так хитро улыбаетесь. С одной стороны говорят, что надо повернуться к людям труда, надо развивать сельское хозяйство, надо развивать промышленность. И вот за последние полтора года, давайте вот когда стало ясно, что мы находимся, какое культурное слово подобрать. Ну мы находимся в очень тяжелом положении. Как Вася сказал, мы находимся в заднице. Ну вот вы перевели на… Не, ну он так сказал, да. На цитату. И все его поддержали. Даже аплодисменты были. Не страшно, что мы находимся в заднице. Там страшно, что мы там обустраиваемся. То есть мы к этому привыкаем. По степенуло, что страшно. Для нас это не является уже каким-то, ну скажем так, чрезвычайным событием. И это проблема, действительно. Мы обустраиваемся где угодно. Страна у нас очень удивительная. Мы можем адаптироваться к любым самым тяжелым климатическим… И показать 98 процентов. Нет, то другое несколько. Понимаете, как вот есть проблема. И было сто лет назад то же самое, когда чиновники, только тогда царские, разворовали полстраны. Когда элита, так называемые дворяне… То есть это мы уже проходили? Конечно. Мы же все опять проходим. Значит, элита думала только о себе, о своих там детях, но никак не думала о людях. А люди жили как будто бы отдельно. И было два параллельных мира. Царь почему-то думал, что все хорошо. Он начинал какую-то, влезал в войну. Причем вообще к нам не касающуюся, но влез в эту войну. Потом потепел в сокрушительное поражение, потому что ему все рассказывали, что все хорошо. Настрой такой. Кстати, вы знаете, что в 2014-2015 году Николай был летен больше нашего президента сейчас. Тогда молебны заказывали, целые площади собирали во славу царя-батюшки и русского оружия. И через два года его сначала не изложили, а потом расстреляли. Это вот, кстати, российский вариант. Мы что-то рассказываем про какие-то другие страны, а мы не помним, что у нас происходило. И почему произошел бунт? А потому что регулировали цены на продовольствие. Тогда тоже такие же были умные люди, которые сделали так, что дешевого хлеба не стало в Питере. Тогда голодные матери с детьми вышли на улицы. Полисмейстер отказался сначала в них стрелять, потом началась вот эта вот заваруха. А помните Пушкина? Нет ничего страшнее, чем бессмысленный и беспощадный русский бог. И вот если власть, как это нужно делать заранее, не тогда, когда уже припекло, не поменяет направление развития… Ну, еще не припекло? Нет, пока, конечно. Понимаете, они живут за Кремлевской системой в собственном мире. Им, конечно, докладывают, что там что-то в городах происходить стало, недовольных очень много еще. Но они думают, что они пошлют все это. У нас ведь основной принцип такой – во всем виноват Обама. Но если не Обама, то другие там люди, помните, если им крайне нет воды. Это все время пытаемся на кого-то сослаться. А мы не ищем проблемы в себе. Власть, она точно так же. Почивает на лаврах, устраивает какие-нибудь масленицы. Думает, дай хлеба и зрелищ. Но хлеба уже не достает. А зрелища такие, что на них уже посмотреть без слез не взглянешь. Потому что они уничтожили еще одну вещь – мораль. То есть фактически вот этими постоянными показанными вот этих ток-шоу, там «Пусть говорят». Это же ужас какой-то. Посмотрите, какая пропаганда насилия, отсутствие добра вообще. И все это внушается населению, что так это норма. И мы там ругаем кого-то, а у нас уже матери детей и закон выкидывают. Значит, там убивают, попья никого угодно вплоть до того, что сын убил мать. Значит, и все это вещается по телевизору. А вот где доброе и хорошее? Я всегда говорю, слушайте, а покажите тракториста, который своим трудом каждый день в 7 утра выходит на работу, в 9 заканчивает. Но вот у него прекрасная семья, и ребенок у него выучился и стал лучше в классе. Вам скажут, что это скучно, что это не будут смотреть, что это не формат, все что угодно. Кстати, знаете, что основной акционер Первого канала теперь – товарищ Брамович, ой, господин Брамович, или кто он, я не знаю, в общем. Ну, как я думаю, там он товарищ, нам господин. Нам господин, да. Так Вы не ответили на вопрос, вот последние вот эти нововведения все-таки конкретно на Вашем хозяйстве и на всем сельском хозяйстве? Ну, я Вам могу привести цифры. Например, Министерство сельского хозяйства посчитало официальные данные, что отведение акцизов на топливо крестьяне потеряют около 7 миллиардов, ну, чуть выше 7 миллиардов. Ну, потому что солярка и бензин подорожают на рубль или на два в соответствии с их пониманием ситуации. Ровно столько же за год выделено на всю поддержку социального обеспечения села, тоже 7 миллиардов. То есть мы эти деньги практически вроде как их дали и сразу отобрали. Если посчитать Платон, то по расчетам Московского, то есть Молочного союза национального, то если ввести Платон в полном объеме, то вся поддержка молочного животноводства в стране, она как раз равна той системе, которую Платон изымет, потому что все молоко везется машинами больше 12 тонн. И мы сейчас платим каждый день за каждый выезд автомобиля на федеральную трассу, а мы находимся прямо рядом с федеральной трассой, мы не можем не выезжать на нее. И мы каждый день платим. И в конце года я вам скажу, что это обошлось нам. Потому что либо нужно ставить эти машины на прикол, либо платить. Но поскольку мы не можем, это дороже. И поэтому расходы, например, на какую-нибудь ветсертификацию электронную тоже, потому что государство, обкладывая нас разными административными платежами, оно фактически изымает у нас деньги. Причем изымает, изымает, изымает. А цена на продовольствие, как вы понимаете, зависит от рынка. И цена на молоко не поднимается, а падает. Мы, например, в прошлом году продавали картошку по 24 рубля за килограмм. А сейчас по 6, по 7. То есть мы в три раза... Вы не смотрите на меня такими глазами. То, что в магазинах происходит, это не к нам. Это совершенно другое. Но мы сейчас продаем картофель в три раза дешевле и овощи. Ну, овощи в два раза дешевле. А себестоимость? А себестоимость растет. Потому что мы же вынуждены повышать зарплату. Мы платим вот эти административные платежи. От налогов нас никто не освобождал. Когда была Золотая Орда, там десятина была. И говорили... Это были интеллигентные и вежливые люди, по сравнению с нашим правительством. Это были, можно сказать, люди, которые поддерживали отечественное производство. Я имею в виду татаро-бангульское игорь. У них действительно было четко 10% отдай, остальзовое тварь. А мы же работаем по-другому. Мы же работаем по принципу отдай нам все и закрой свой бизнес. А потом еще ты будешь виноват. Мы тебя еще и посадим. Я всегда задаю такой вопрос. В литературной газете много-много лет назад был раздел. Если бы директором был я. Представьте, что вы директор всей страны. И вам надо выбрать магистральный путь развития. У нас нет директора всей страны. У нас президент есть. Ну перестаньте. А вы что боитесь-то? Если бы президентом был я, я бы сразу поменял все правительство. Я бы сделал правительство профессионалом. А путь, путь, радикальный путь. Вы идете путем, как нам говорили, капитализм с человеческим лицом, социализм или что там еще? В принципе, все уже придумано для нас. Если вы хотите что-то поменять, сначала нужно разрушить предыдущие финансовые, экономические условия. Какие? Ну, я уверен, что придется перейти на систему другую налогообложения. Я уверен, что придется так иначе сделать то, чтобы его примаков. Это переписать бюджетные налоговые курсы. И оставить половину денег на территории. И областям сказать, слушайте, мне не нужно какие у вас там выборы. Мне главное, чтобы у вас развитие произошло. Чтобы вы строили заводы и фабрики. Не, скажем, перекачивали деньги там. А вот именно производством занимались. Потому что, чем больше производства на территории, тем меньше уезжает людей. Тем больше, ну скажем так, людей остается на территории и начинает развивать те территории. Потому что у нас все, у нас кровососы вообще на самом деле. Все высасывается в центр, потом кому-то дается. А кому-то не дается. А кому-то не дается. У нас всегда в России на пути что-то пропадало всю жизнь. Деньги идут туда, они пропадают. Деньги идут обратно, они тоже пропадают. Вот эта вот система переспределения денег, она должна быть совершенно другой. Так, первое. Финансовый, налоговый кодекс. Поменять, да. Я бы как Примаков, например, сказал бы, знаете что, вот эти госкорпорации, это никакие не, ну скажем так, какие-то акционерные общества. Где начальник может получить зарплату в 100 раз больше, чем министр. Министр назначает этот начальника, и у министра должна быть зарплата больше. А посмотрел бы и сделал бы наоборот, что не 14 миллиардов и триллионов бюджет России, а 25 триллионов бюджет России. Она говорит, потому что госкорпорации ко мне сюда, все национализируют. Ну а куда деваться, это же нефть и газ. Она говорит, и вы будете получать достойную зарплату, но не такую, чтобы вы могли потом купить Роснефть и Газпром на свои так называемые доходы. То есть вот эта вот система, когда сначала написал себе сумасшедшую зарплату, потом через эту зарплату купил себе этот Газпром и потом стал получать себе дивиденды. Почему государство от тебя ничего не получает, кроме убытков? Потому что если разобраться, они же берут у государства деньги в виде кредитов через так называемые институты развития, потом их куда-то девают, выплачивают себе дивиденды, а оказывается, что они построили самые неэффективные акционерные общества. И поэтому я бы это все давно изменил, деньги будут появились. А после этого, надо вспомнить вообще все, что Сталина, который занялся поддержкой отечественного производства, так называемой индустриализацией странами. Ну а потом еще говорят, а что тут думают, белорусы, у них МТЗ работает, Минский тракторный завод, МАС работает, причем они пытаются, так называемый, локализовать производство и многое делают у себя. Реально, вы знаете, что, например, КАМАЗ наш, у него даже рама из иностранного металла. А, то есть наш КАМАЗ? Конечно, рама иностранная. Знаете, к чему мы дошли? Раньше КАМАЗ на 100% был российский, а теперь он тоже. И, значит, если ты хочешь получить хорошую машину, то обязательно двигатель должен поставить иностранный. А если ты хочешь получить хорошую, например, свеклу, то должен купить семена за границей. Кстати, вот сейчас санкции, вас это коснулось в том смысле, что с семенами, ну вы опять улыбаетесь. Ну потому что санкции ввели мы. Они ввели санкции против граждан, которые там, по их мнению, поддерживают курс, ну там это миллиардеры, да, и против госкорпораций. А мы ввели санкции против продовольствия. Но вопрос даже не в этом. Никто не вводил санкции против семян? Их не было. По большому счету и европейцы, и с американцами. Если бы они ввели против нас иранские санкции, вот это было бы серьезно. Потому что Ирану запретили продавать нефть. Представляете, что это такое? Иран как-то выжил. Ирану запретили пользоваться системой SWIFT. И он как-то выжил. А мы получили не санкции, а просто преддверие санкций. Потому что все прекрасно понимают, что Россия это ядерная держава, и лучше не шутить с этим. Но мы сами, главная санкция для нас, это первое действие ЦБ, Центрального банка, который обрушил курс. Причем он сам это сделал. Ну понятно, что в этом случае бюджет лучше. То есть все обязательства в рублях. А валюта какая бы ни была, она приступает. Ее продают под сумасшедшим ценом. Соответственно заплатили за эти санкции все. То есть за эту санкцию. Но это Центральный банк. И мы перестали потреблять продукты не потому, что какие-то продукты запрещены к ввозу. Их ввозили, мы же знаем. А потому что они стали недоступны с точки зрения экономики. То есть они недоступны. Китайцы не попали под санкции, но перестали ввозить сюда продовольствие. Толки до введения санкций тоже перестали ввозить сюда продовольствие. Потому что у нас нищая страна. В нищую страну хорошие продукты не будут. То есть покупательная способность упала. Понятно. И поэтому против семян, против технологий никто санкций не ввозил. Другое дело, что они стали недоступны, потому что это все в евро. И теперь купить это невозможно также, как и продовольствие. И для того, чтобы санкции, я имею в виду запрет продовольствия, послужил бы развитием сельского хозяйства, нужно делать вторую вещь. Инвестиции. То есть нужно дать тогда больше денег в сельское хозяйство, чтобы они модернизировали собственно продовольствие. Но я вам рассказывал про ситуацию с тракторами. Включать денег-то не дали. Потому что трактора стали недоступны. Не потому что крестьяне не хотят обновлять тракторный парк. Кстати, чтобы вы знали, больше 80% тракторов в России. Это уже устаревшие трактора. Они уже подлежат специальному. Они работают больше десяти лет. И комбайны, и все, на самом деле, деградируют очень серьезно. Для того, чтобы реально начать индустриализацию, нужно сначала вложить большие деньги. Либо в тракторные заводы и раздавать трактора бесплатно, либо дать крестьянам деньги. Тогда они пойдут на иностранные рынки и купят там трактора. Но для этого нужны курсы, чтобы было нам. И поэтому за санкции, я имею в виду, не за санкции, а за то, что мы долгие годы не модернизировали собственное производство, не важно в какой отрасли. Заплатили мы, простые граждане, повышением цен. Вот и все. — Понятно. Спасибо. — Пожалуйста. — Я напоминаю, что у нас в студии работал Грудинин Павел Николаевич. — Я не работал, я ответил на вопросы. А работали вы? — Работал Павел Николаевич Грудинин. — Моя работала в поле. — Хорошо. Директор совхоза имени Ленина. Не отрекаются, любят, да? Есть такая песня. Вы от имени Ленина не отрекаетесь. Как наоборот, мы его поддерживаем всячески. Вы приезжаете в какой-нибудь совхоз имени Ленина Путина, например, да? — А есть такие? — Я не знаю. — Есть, есть, есть. В Мордовии, по-моему. — И посмотрите, как они живут. И приезжайте к нам, посмотрите, как мы живем. И вам станет все ясно. — Спасибо. Все ясно.